вы это видите ребят ну начинаем эксперименты летний вариант слива сегодня мы пришли на водохранилище в прямом смысле пришли потому что она находится по счастливой случайности недалеко от нашего дома вот такая красотища открывается ребят рыбаки уже сидят по полосе ведь где-то может пол километра отсюда сейчас будем туда чапать хорошо же есть тропа потому что у лед как бы есть но бывают промоины ребят сюда старайтесь либо с кем-то ходить либо с пешной либо со спасалками а лучше все это вместе соблюдать выход на лед он подтаивал буквально видите вот микро приключения уже произошло все мы на льду без приключений почти смотрите какие расколы встречаются прям почти по полметра один мой рыбак товарищ рассказывал что таких расколах когда они только происходят отлично ловит рыбу опасно но отлично так можно прям вдоль растрещины идти рыба на кислород выходит и налавливали хорошо а вот мы уже подходим к палаткам и заметьте как они в полосу растянулись о чем это говорит водохранилище это бывшая река и она имеет русло и вот они видать вдоль русла так вот полосой где-то здесь и будем уже бомбиться и многие в комментариях пишут когда видят рыбалку в толпе говорят я бы там в жизни не сел в этом пингвинятники лягушатники я вас понимаю друзья мы я тоже люблю такие уединенные спокойной рыбалки но мой первый год в этих местах поэтому задача разведывать задача пока что прививаться к тем кто здесь уже многие годы у кого есть опыт знания поэтому идем в толпу там и рыба крупнее и эффективность лучше ну в общем пришли мы плюс минус на эту полосу с рыбаками сейчас вам рассаживаться глубина 9 метров не маленькая сейчас по две-три кормушечки и погнали вот такой пучочек мотылика глубиной погорячился глубина здесь десятка не терпится начать на новых местах ловись рыбка большая маленькая выставляю поплавочную удочку или и понимаю почему здесь такие снасти тяжелые ребята смотрите что происходит там даже около грамма груз его просто несет физна куда здесь надо прям вставить вот эти народной донки на которые не ловят ну сейчас буду мастырить показываю вам удочку вот такая вот отгрузка 7 грамм и тут будут два поводка сейчас связать но воля что-то тащит чуть больше на укропнение идем говорит еще на укропнение идет так видите жена меня переловит так точно сегодня пока я тут сна сделала ну так это уже рыба слушай давай уже там близко репет у ребята неси сюда чуть побольше ребята вот она и пришла на гляньте какая плотвища ну больше моей ладошки реально хорошая я желудочку мы посмотрим на супа реально ну давай на леску не ложи в эту сторону ложи главное ребята это реально тарань то есть она более круглая такая более широкая белые глаза плавник другой то есть многие путают плотву с таранью пока оля тягает рыбу я наконец-то сделал удочку смотрите идет груз 7 грамм леска 014 зимой да такую только на карпа когда-то ездил вот два маленьких шестерочки крючочка вот значит фанатика красненькие и поводки вот так вот ну поехали и здесь уже видите идет кивок такой покрепче вот это уходит в глубину не то что мормышка полчаса прирост как кирпич хотя это 7 грамм а местная ловят на 10 метров 12 вешают маленькая оля он даже не успевает таскать сидит уже маленькую не снимаем вам видите до сих пор вот это только-только я домотал он оттащит рыбу такая новая удочка что-то покажи это ты что творишь так смотрите что у меня творится я не успел опустить смотрите сразу поклевки есть ребята есть рыба прикинь сейчас сейчас подержи и мне что же надо достать первую рыбу поклевка сразу произошла что-то нормальная что происходит ю мою ю мою снася купила вы поняли рыбу на точку поставок вот это рыбалка и вот оно главное отличие от ранее все в соплях ребята она как лещ плотвы такого нет свойства то есть она не сопливит мы на морской таране все снасть работает сразу понятно я только опустил его прикиньте и дуплет это да да что-то нормально что-то хорош ребята то ли дуплет опять то ли колбаса ух ты ема это что ты будешь творить просто еще больше рыба я грибу так вот видите натяжка жестко где только поставил если будет так же как и этот раз просто рыба садится он садрить уже уже поклевка идет уже гляньте загибает я шоке это рыбалка давай два парша ставлю такие крупные даже не пинку ребят вот она рыбалка на больших водохранилищах ведь и тут даже мотыли никто не пользуется толком слышали про черные камни так вот это по ходу мы на них попали сейчас я вам в конце прикол красота размерчик ребята ну давай свою ручку на фоне неё вот смотрите на хвостяку смотрите что творит там уже рыба сидит а и по моему или отцепилась или на меня идет удочку они не 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 вы поняли она приду плетами вот и минус экшен клёво обои запутано но у меня это понятно видите минус двух поводков когда дуплеты ловятся они нормально так запутать не у тебя у тебя тонкая леска да у меня два поводка и плотва такого размерчика уже дает жару сейчас вместо того чтобы ловить сидим видите распутаемся а у меня он очень хотел перебивку сделать красиво и это вот смотрите смотрите и у меня загибают или выпустила или выпустила смысле и сорвалась у меня загибают он смотрите либо дуплет либо хорошая сейчас бомбит и тут уже бомбит это рыбалка ребята у меня есть сегодня одна тихо тихо захожу несколько рыбацких местных магазинов мотыля нет в основном только опарики еще и ржут с меня либо вы меня либо опарик ребят сейчас поставил два опарыша посмотрим изменится клево потому что мотыля сносит просто как дурное все в основном ловят на обычное сало это все если интересно пишите буду из тестировать попробовать хочу следующей рыбалки возможно пуфы сало что там в имя и так далее сейчас вот чисто два парика 20 секунд прошло там она воли уже выкладка идет либо дуплет либо хорошая бойко фео на что-то хорошая просто вот такая скажи зачем нам этот мотыль говорит должна быть хорошая поверим да да вниз потянула и леска даже скрепит нормально уже для этих мест классика на хвостяку больше моей ладошки на камера еще экшен не придает вот смотрите вот пока воля доставала вот я выставил вот я выставил мы хотим чаю купить ребят типа пусть опарыша доест вот и уже доигрываемся но смотрите что происходит вот вот она поймала вот я поставил вот клюет уже посмотрите уже льет чтобы понимали какой клев загиб есть рыба и есть смотрите вот это все в режиме какой клев кременчужской водохранилища и вот вот она это больше чем вот такая вот так ребята чуть-чуть про в прямом смысле отдохнем ты с этой будешь чашки с маленькой чайка соличкой попьем видите вот что значит говорят не бери женщина рыбалка бред вот взял жену на рыбалку и таскаем удачливо чайку заварите усаживайтесь сейчас будем еще трофейную искать ой страшно ой страшно когда трещит леда так пообедали но начинаем эксперименты летний вариант слива пути-трути короче это такой мягкий значит пуф вешаем его на нижний крючок он будет подымать интересно вот так оставим пусть обязательно жало это абсолютно летняя оснастка а там уже опарик на мотыля понятно ребята что сносит и ловится теперь опарик и пуф ван минами минут рейтер такой полминуты да пойдет поклевка правда мы закормились хорошо сейчас будем батонисту плату тут ребята есть полки луч на ее 800 грамм слышал плотва ловится вот но только слышал сам больше на на 400 грамм плотвы в жизни еще не ловил ну вот сразу же помоги пожалуйста секрет так хорошо ты едва заглотнуть он у меня плюет интересно на кого хорошая что-то года леска что-то нам нормальненько ё-моё на пуф ребята вот она первая рыба на пуф и пофиг короче ну хорошая больше размерчик да вроде найти какая красота это уже отпускай да не проходит на и полминуты до с поклевки такое ощущение да то есть ты доводишь вот смотрите ты доводишь до края ложишь на дно опарика тогда тогда мысли давай париком бахнет куда на укропнение идет подвал уже опарика ставят рыбалка рыбы много красота такая невероятно и она вот это ходит здесь спасется багор сопротивление неплохое да багор я ж говорю неси багор ребята знаете на что наклюнула смотрите в шахте ем и шахте скользко он он видите вот такая на два хвоста большая плотвина не это тарань по-прежнему ведь глаза не рыжие и соплива очень главное он уже три рыбы мне поймал и он продолжает висеть это тоже огромный плюс так а ну что надо сделать чтобы это эти крючки еще не путались вернее поводки также классическая дым это уже сидит ребята туплетами размер 150 грамм было 200 граммовая без преувеличения говорит что-то хорошее ты тогда не форсируй если нормально ты ты его просто держи в натяге но темп уху ху 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 а ну нас в коне своей руки давай ну ты вот так рыбалочка да ну что пух проверен ребята у тебя там клюет да есть пух проверен работает работает отлично даже на она лучше чем опарыш интересно удочка чуть не ушла кто-то такой бодрый запутаемся капец ребят сейчас воли он распутаем в это время удочки сносит кто хотел вот видишь что происходит вот все на мне раз теперь сиди распутайся есть методы ребят от двойных вот таких остаток чтоб не запутываться или дуплет опять или хорошая хорошая рыбка идет ух ты даже если не дуплет о дуплет дуплет хороших рыбок ребят вы посмотрите это просто я на первый раз на такой рыбалке это да надо верхнюю снимать правильно что я уже задрался распутывать удочки на верхнюю обязательно ой блин фух рыбалочка ребята прет и на пуфы и на два парика крупных но самое большое счастье самое крутое счастье мы обитаем в тех домах буквально вот недалеко вы представляете то есть только спустился и ты на водоеме который выдают рыбу вот это счастье рыбакам короче отрывает еще чуть-чуть половим ребят проводим трансляцию на тик ток если тоже не подписаны подпишитесь но тут кабаноса либо 2 либо одна хорошая идет и плев просто вот те кто в эфире ох вот так ребят века бонус ребята так или это две больших или это кабан идет только не садись просто просто вот так вы поняли вы видите этот размер вот это грамм 200 250 а то стандартно 150 куда-то ребят проводим трансляцию нет мормышкины мои близко тут сейчас покажу я бы вы это видите ребят это видите вот лунка 130 смотри так трансляцию провели пока проводили полчасовую трансляцию на бомбили столько сейчас еще несколько рыбок ребят поймал расскажу итог шо шо как вот запустил ту же насадку и поехали бэмс давай ну с утра я вам скажу клевало лучше сейчас ближай ближе к обеду уже ситуация чуть-чуть она мельче рыба поклевают но таких лопатков натягать нормально до минутка не прошла наш клиент стремится слоночки да вот они ребята вот они и ребят уже четвертая рыба с верхнего крючка и он рыбаки с палаток тоже кричат по ходу рыба поднялась со дна то есть возможность сейчас как раз будут работать вот эти вот гирлянды когда толще воды на нижний крючок он целый вообще то есть вы поняли да она сейчас где-то можно на метр-два поднялась мечта рыба тебя я не успел просто опустить сейчас дуплеты идут просто и не успел опустить она ушла и вторую мы отпустим я уже не беру уже десятка два отпустил рыб но вы поняли это может продолжаться вечно ребятушки рыбалка подошла к концу удочку тоска садрив без прикола просто без прикола он сейчас рассказываю что тут происходит думал успею записать так вот начиналась мотыля потом понял что ну его нафиг поставил опарыша потом поставил еще пуф удочку сделала 14 леска здесь только такие загружаются легко быстро и они запутаются то есть он может даже 0 16 смело ставить я думаю в ближайшее время таки по делам впереди еще рыбалки на эксклюзивной насадки давайте посмотрим на вот такой вот такой вот ловчик ребят надо быть самым крупным там конечно клювало